Каждый из нас потребитель коммунальных услуг, но хорошо ли мы знаем свои права и обязанности в этой непростой сфере? Чтобы восполнить нехватку таких знаний, и задуман совместный обучающий проект Ассоциации председателя Советов многоквартирных домов и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Очень важно, чтобы наши жители знали эту азбуку ЖКХ, эти азы, и не только азы, но в том числе и нюансы. Потому что только так мы понимаем свои права и, что немаловажно, но и обязанности. И только так мы можем на равных общаться сегодня с управляющими организациями и с органами муниципальной власти. Семинар, который состоялся в историко-культурном центре, стал уже вторым по счету в Ленинском городском округе. Приглашены жители, представители Советов многоквартирных домов, члены ассоциаций, но они те же жители, управляющие компании, кому это интересно. Почему управляющая компания? Потому что понятно, что капитальным ремонтом занимается непосредственно фонд капитального ремонта, но обслуживает дом. Управляющие компании должны понимать, как принимать, как смотреть, как контролировать подрядчика фонда капитального ремонта. Темы раскрыты абсолютно все, которые касаются сферы ЖКХ. А плюс наше законодательство меняется так быстро, что нужно в том числе разъяснять, какое право применения, на что можно опираться, что можно требовать, а что нет. И как сегодня действительно добиться качественных изменений в своем многоквартирном доме, но правильно и кратчайшим путем. На мероприятие был приглашен генеральный директор фонда капитального ремонта Московской области. Валерий Николов ответил на многие вопросы, касающиеся капремонта в многоквартирных домах. Регионами программы заплатят дома, которые больше от 5 квартир в МКД, значит, и не аварийными. Значит, аварийными дамами признаются не жильественной комиссией, то есть это не жители. Если у них там что-то там как-то покосилось, они считают, что дом аварийным не так. Александра – жительница поселка совхоза имени Ленина. В их доме номер 16 планируется ремонт. Но с некоторыми работами собственники квартир не согласны. Работы такие проводятся, что меняет замена труб. И не все собственники готовы пустить в дом и потом делать после этого ремонт у себя в квартире. Будут ли какие-то последствия, если собственники отказались? Какая ответственность на нас ляжет? Такие открытые уроки может посетить любой желающий, чтобы повысить уровень знаний в сфере ЖКХ. Курс разработан действующими председателями Советов многоквартирных домов Московской области. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.